МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Широкие бульвары, картинные галереи и книжные развалы букинистов на набережной Сены – всем известные виды Парижа. 1889 год. В светских салонах только и разговоров про всемирную выставку, ах, как эта новая башня уродует облик города, да про скандального принца и что проиграл семейное состояние, и дуэлянт заядлый, и с американскими миллионершами романы крутит. А вы слышали, что Анри Орлеанского отец отправил то ли в Сибирь, то ли в Азию? В целом, можно сказать, для французов это была некая авантюра, желание открытий. В одно прекрасное утро молодой аристократ спешно покинул Париж под чужим именем. Инкогнито он прибыл сначала в Семипалатинск, а потом в Семеречие, с которого, собственно, все и началось. Точнее, начались невероятные приключения французского принца. У него были проблемы с местными властями, потому что все очень быстро осознали, что перед ними непростой человек. Естественно, появились вопросы, откуда, почему один без сопровождения? Это невозможно было самого главного, его европейского происхождения и его знатного происхождения. Экскурсия такая развлекательная. Это нельзя назвать исследовательской экспедицией. Глава первая. Инкогнито из Парижа. Вообще французские путешественники в Семеречии гости не то что частые, но бывали. Да и архитектор вернинский Поль Гурде сам из Парижа родом. Первым проложил дорожку еще средневековый монах Гильом де Рубрук. Спустя несколько веков на казахские земли прибыли уже научные экспедиции. Это путешествие в Азию расценивалось как что-то экзотическое. Там уже Китай. Даже известный философ МакКиндер называл Азию воротами мира. И естественно, это не могло не привлекать европейских путешественников, и в том числе французов. Ранее про местные пути невесело шутили. Из Ташкента на верное, дорога неверная. Из Омска на верное, добраться на верное. К концу 19 века маршрут через Омск-Семипалатинск верный, и далее уже Китай, стал более безопасным. Это и стало причиной наплыва путешественников. Сыграла свою роль и особая заинтересованность к нашему региону со стороны британской короны. Начиная с 30-х годов 19 века наблюдается особый всплеск интереса Великобритании. Начинается так называемая биггейм, большая игра. По одной из версий у Генриха Орлеанского возникла идея первым до англичан и русских через семеречи попасть в Тибет и, возможно, Индию. К тому же за год до путешествия молодой аристократ совершил большое охотничье турне по британской Индии. И вполне владел информацией по региону. Ему немногим больше 20 лет. Но весь Париж наслышан о нем, как о храбром дуэлянте и любимце прекрасных дам. В нем текла кровь Валуа и Бурбонов. Его заведомая молодость и репутация бритера отнюдь не помешали Генриху увлекаться с пользой для науки географией, стать мужественным путешественником и интересным писателем. Из повести Алексея Брагина «Город на границе». Генрих Орлеанский, как представитель французской элиты, политической элиты, хотел привнести свою лепту в это дело и привести во Францию новые какие-то сведения. Еще одно предположение. В этом путешествии нет никакого политического подтекста. В чем отличие Генриха Орлеанского от других путешественников? Он прежде всего является исследователем и охотником. Для него большую роль играл личный интерес. Он хотел просто посмотреть, что там находится, какая география, на кого можно поохотиться. Просто совмещение приятного с полезным. Экспедицию спонсировал его отец, Орлеанский старший. И непременным условием ее финансирования было включение в состав принца в качестве фотографа. А руководителю научного каравана, знаменитому географу Бон Вало, деньги, конечно, были нужны. Ну а фотографы тем паче. Генрика Орлеанского сопровождал очень опытный по тем временам человек Бон Вало, потому что он посещал Казахстан уже в третий раз. Наверняка, так сказать, этот опыт его был учтен, потому что потомка Бурбонов должен был сопровождать человек, который одновременно должен был ему обеспечивать и безопасность. И путешествие началось. Париж, Берлин, в Россию его высочество приезжают уже под псевдонимом. Почему он ездил инкогнито? Потому что хотел быть свободным. Впрочем, гостей все равно встречало высокое начальство. Видимо, личность инкогнито была секретом Палишинеля. Именно молодому фотографу, а не руководителю экспедиции, преподнесли сочинения о последних путешествиях в Китай Пржевальского, Певцова и Потанина. Особо не задерживаясь, гости из Франции выехали из Омска в Семипалатинск. Глава вторая. Семипалатинский променад. До Семипалатинска новости о личности парижского инкогнито, скорее всего, тоже дошли. Путешественников ждали. Был подготовлен переводчик, развлекательная программа и одно из лучших зданий города для проживания. Здание, в общем-то, было выполнено в классике тех лет для очень богатых людей. Купец Степанов был очень богатый человек. Не задерживаясь на осмотр жилья, путешественники отправились на своеобразную этнографическую экскурсию. Приезд гостей совпал с народными гуляниями. Во времени это, скорее всего, наурыз. За Иртышом сверкали белый кошмой праздничные юрты, слышалось ржание лошадей, смех молодежи у качелей. Пахло весной. Кэску, Кокпар, Байге. Как правило, большие празднования устраивали именно на Полковничьем острове. Здесь есть где развернуться. Да и природа, в отличие от унылого, тусклого Семипалатинска, глаз радует. Одна из главных достопримечательностей семьи – любимое место отдыха офицеров и миновое место. Здесь же размещались торговые лавки, обычные и с экзотическими товарами из Китая, Индии, Средней Азии. Лучшее место для закупки дорожных принадлежностей, необходимых в долгом путешествии. Интересный деталь, что, будучи Семипалатинским, он смотрел на подъем колоколов на колокольню церкви Александра Невского. Здание, с которого он наблюдал, оно сохранилось, оно есть на церкви, сама не сохранилось. Далее по плану. Посетили музей и библиотеку статистического комитета, а после снова за город на рыбалку с офицерами. Поездка на лодках с музыкой, военный оркестр, встречи с местными жителями – они принесли угощение. Назад возвращались на лошадях. Говорят, в порыве чувств от столь радушного приема принц преподнес руководству батальона свой портрет. Видимо, тема с сокрытием личности его высочества была закрыта окончательно. Глава третья. Его жаркенское высочество. Караван, немного потяжелевший после закупок, в Семипалатинске прибыл в Верный. Но ожидаемого приема гости не встретили. Официально администрация, конечно, содействовала в помощи со снаряжением. Но работы и так хватало. Город еще стоял в руинах. Это страшное землетрясение 1887 года, когда пострадали очень много объектов. Строили же подобие этого Петербурга. Все это развалилось, конечно. Скорее всего, именно по впечатлениям принца Орлеанского и географа Бонвало, чуть позднее Жюль Вер напишет эту безрадостную картину в романе о Клодиусе Бомбарнаке. Туркестан не раз подвергался воздействию разрушительных толчков. Здесь еще хорошо помнят землетрясение 1887 года. К счастью, подобные катаклизмы случаются не так уж часто. Но слабые толчки и колебания почвы наблюдаются регулярно. Из романа Жюль Верна Клодиус Бомбарнак. Удалось ли членам экспедиции встретиться с их соотечественником Полем Гурде, известным вернинским архитектором, что город восстанавливал, неясно. Если бы встреча все-таки состоялась, Поль Гурде обязательно упомянул бы о ней, так как Генрих Орлеанский – человек непростой и высокого статуса. И самая продолжительная по времени пребывания – остановка. Именно отсюда начиналась дорога на Тибет. Последний спокойный и безопасный приют путешественников. Представьте себе красивого молодого француза, но с легкой горбинкой, усы-стрелочками, взгляд энергичный, смелый, как у мушкетера. Он появился весной 1889 года в Жаркенте в сопровождении географа Бон Вало, нескольких слуг и переводчика. Из повести Алексея Брагина «Город на границе». Он задержался на определенное время в Жаркенте, смог подробно писать эти места. К долгой и тяжелой дороге именно здесь готовились. Предстояло снарядить 20 верблюдов, 15 лошадей, обменять деньги на серебро, купить продукты и подарки. По мнению географа Бон Вало, это главная заповедь любого путешественника. Цитата. «Необходимо держать в одном кармане оливковую ветвь. У нас в ее качестве были туркестанские халаты, чапаны, чай и сахар». Жаркент – это город уютный, теплый, торговый. Скажем так, с некоторой хитрецой. Ну, не случайно, все-таки город находился на, как раз по дороге Великого Шелкового пути. И здесь было большое количество торговцев, которым надо было что-то продать, что-то купить и как можно выгоднее. А как это сделать иначе, если, ну, хотя бы чуть-чуть не хитрить? Невозможно. Его высочество деньгами не сорил, но на снаряжение не скупился и стал частым гостем местного купца Балиахуна Юлдашева. Он помогал с закупками. Говорят, купец приводил гостя на строительную площадку. Будущую достопримечательность еще только строили. Возведение этой мечети было идеей Юлдашева. Ну, как не похвастаться? В Жаркенте быстро привыкли к статному наезднику в необычном наряде, в куртке на меху, перехваченной нарядным поясом, в охотничьих сапогах и вызывающей кокетливой шляпе, одетой на бекрень. Фронтоватый потомок Валуа и Бурбонов напоминал Тартарена и Староскона, но жители Жаркента не читали Альфонсо Даде и привыкли ничему не удивляться, ибо видели и буддийских монахов, и дервиши из Бухары, и китайских чиновников. Из повести Алексея Брагина «Город на границе». Наняли охрану и переводчиков. Хорошие специалисты половина будущего успеха не без оснований считал Кенрих Орлеанский. Найти переводчика с индийских языков было невозможно, и, очевидно, он решил ограничиться пределами изучения путей в Тибет. Человека, владеющего монгольским, китайским, тюркским и русским, ему посоветовали еще верно. Таранча Абдулла ранее служил у Пржвальского. Это, по мнению принца, была лучшая рекомендация. Подписали контракт, и буквально через неделю путешественники выехали из Жаркента. Эпилог. Тайна Королевского фотоархива. Кенсингтон, Лондон, Великобритания. Королевское географическое общество. Его отчету рукоплескали стоя. Принц уже совсем не тот повеса и щеголь, что был раньше. Опытный путешественник. За 17 месяцев прошедший под началом географа Бонвало 6 тысяч километров. Причем треть пути пришлась на территорию, куда не ступала нога европейца. Что двигало Генрихом Орлеанским? Ну, скорее всего, желание открыть для себя новый мир. И самая главная загадка. Генрих Орлеанский издал по результатам поездки книгу со своими снимками. Опубликовал собственные записки с фотографиями принца и географ Бонвало. Но где хранится остальное фотоархив его высочества? Наверняка были запечатлены и Семипалатинский верник, и уж точно Жаркент. Почти полгода путешественники жили в этом гостеприимном городе. Но пока ответов на эту тайну ни одному из исследователей найти не удалось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова